Читал про случай один, который был в реальных боевых условиях, чувак, после того, когда у него закончились патроны, взял пулемет и начал просто пулеметом всех гасить. Примерно такая же ситуация, почему нет. Прямо имеется в виду самим, как холодное оружие использовать. Как холодное оружие начал использовать, да. Я тебе больше скажу, я когда в армии служил, у меня был парень, когда мы выходили на марш, есть расчет пулеметный, обычно там три человека, ну то есть двое несут пулемет, один там боеприпас. У нас был чувак, который один нес пулемет. Так, чтобы ты понимал, насколько он дикий был. Ему этого хватало. Еще он умудрялся быстрее всех добежать. Я не знаю, это был такой человек у нас. Мне кажется, он был не человек, он был какой-то сверхчеловек, не знаю. Рептилоид, может быть, конечно, но все же. Прикольно. Вот в свое время смотрел всякие ролики на ютубе, что для того, чтобы какой-нибудь нож являлся холодным оружием по умолчанию, он должен там куча каких-то требований соответствовать. И таких ножей на самом деле еще и поискать надо. Но, но любой предмет может быть использован в качестве холодного оружия. Я просто прочитал чат, и там фраза вырвана из контекста, чтобы ты понимал. Когда я служил в армии, у меня был парень. Немного изменилось, собственно говоря. И самое забавное, что если вырвать из контекста, так оно и будет. То есть ты потом никому не докажешь обратное, что ты немножко... Короче, клип. Вот сейчас ваши клипс делаете и в твиттер. Прям чтобы на клипе Джем говорит вот именно эту фразу только. Так, я слышал, как пауза отжалась. Да. Нет? Отлично. Неконец-то, матч. Удивительно. Но сет прикольный. Сет мне, знаешь, напоминает реально викингов каких-то вот этих, знаешь, скандинавскую мифологию. Кузнец. Шейкер-кузнец. Что-то в этом есть. Эхо слама джама. Полюбуемся с этиками. Ты Каспер, что ли? Поиграем в Каспера. Что вот это вот? Как эту штуку можно использовать как оружие? Вообще, вот, ну, в Брюмастер, что это такое? Что это вообще такое? В Брюмастера меч. Нет, не меч. Нет, у него какая-то круглая, она такая трехгранная. Это булава, можно сказать, что булава какая-то. Ну, да. Мало кто задумывается, что в фильмах и в играх вот это все гипертрофированное оружие, то есть какой-то тяжелый двуручный топор, он на самом деле выглядит раз в сто тоньше и меньше, чем топор условный Акса, да. Потому что то, что Акс использует как оружие, вообще не один, ну, не эрисично. Как бы, есть же тема целая, даже видос целая про Берсерка, типа, в произведении Берсерк, типа, там чувак же использовал огромный двуручник, который, типа, ну, причем он его юзал мало того, что одной рукой, причем этот двуручник обычно использовался для того, чтобы разрубать человека вместе с конем. Одноразовый, короче, он был, вот, но он его юзал, и типа, в реале такой вещь весит, по-моему, в районе 30 килограмм, то есть вообще нереально поднять, представляешь, 30-очка. Я, помню, читал про Вильяма Волоса, ну, который в Шотландии, там, шотландский герой, что он нечто подобным занимался, и у него был тоже такой же огромный меч, который разрубал человека и коня. Ну, наверное, не такой, как у Берсерка, и не 30 килограмм весил, но то, что он был суперздоровый. Ну, да. Там в Миде, кстати, подстопили неплохо здесь Пикачу, не может он забежать пока что на ходе к себе, пробивает его. Так помимо того, что нет, ну, 30 килограмм, не забывайте, что это не 30 килограмм, как не гантели, которые вы поднимаете в спортзале весом 30 килограмм, а 30 килограмм, там, двухметровая шпала. Которую надо размахивать, в руке держать. Подумать об этом. Любой, кто поднимал 30 килограмм, какой-нибудь вот мешок 30 килограмм и пер куда-нибудь. Например, мне в свое время подарили 30 килограммовую боксерскую грушу, и мы решили, что это отличный подарок, в принципе, и начали дарить всем. И как-то раз мы ее перли из магазина, и она весила 33 килограмма. И я подумал, что я вешу 50, и, наверное, это не так уж много 33 килограмма. Но, честно сказать, когда мы вчетвером эту грушу просто не могли поднять, было довольно весело. Так, ладно, давайте тем временем посмотрим на расстановку по линиям. У нас на топе, получается, ДК против Брюмастера. Ну, самое интересное на нижней линии происходит. Здесь у нас взаимный харасс. Так, битва за что? За обычную руну будет? Битва за что? Я просто не понимаю, что тут происходит. Это нормальная ситуация в доте, когда битва за что? Ну, то есть, как обычно, когда ты начинаешь драться, ты дерешься, ну, там, за фраг, за рунку, там, я не знаю, за то, чтобы прогнать с линии. Ну, ты просто зомби мимо пробегал, все так сагрились на него резко. Я не совсем понял, с чем это связано. Ну, да ладно, ну и в миде Мирана против Манки Кинга. МК пока что себя просто замечательно чувствует, слушай, 13 на 3 у него, несмотря на то, что Мирану, как бы, охраняет здесь и шейкер. Ну, да, тут шейкер мешает, а МК все нипочем. Ну, он стоит, отлично. Антайн, вы сейчас будете на Т2 выходить, я так понимаю, да? Да. Выход на Т2 состоялся. Вышел и забрал. Так, Тинни куда-то летит наверх, что-то там происходит наверху, судя по всему. Или что это такое? А, он просто подфармить. Пикачу тем временем погиб. Я вообще не понял, почему Тинни так резко начал делать ТП, хотя там вообще ничего не происходит наверху. Просто подорвался, как кот, который вот лежал-лежал и побежал. Так и он сидел-сидел в кустах, что-то куда-то полетел. Профит вернулся вниз. Здесь Ликан против Дровки. Ну да, но Дровка, кстати, стоит отметить, тоже неплохо себя чувствует на линии. 15 на 5 идет. Вполне себе тут неплохо по фарму Плантимуса. Пытается, конечно, харасить у нас Ликантроп. Ликантроп уже с вторым феррол импульсом. Довольно приличное количество регена имеет. И пробить его не так сложно. 14 в секунду под Тангулсом. Но все равно это очень много. Его он Дровка пробивает. Но, кстати, вот так вот могут забрать, попробовать. Двухслойные деревья. Именно так нужно закрывать героя с топориком. В два слоя. Как туалетную бумагу. Слушай, еще поставляется Андайенг. Андайенг еще один слой. А вот Андайенг можно одним слоем. Но хотя нет, это ошибка. Надо было двумя. У него веточки есть. Ну ладно, там сложно было двойной дать. Сложно, да. Хотя бы так. Даже и не убили бы, наверное. В МИД обратно возвращался у нас Шекерос. Но как бы не совсем понятно, что делает Шекер вообще в этой игре. Коэффициент полезных действий от Шекера, не знаю, наверное 0.5. То есть он дал две фиссуры, которые не позволили Пикачу зайти к себе на ХГ и все. Где-то он стоит. 0.5 это не так уж и плохо, наверное. Так вот, фиссурка пошла. А Старшторм. Манки Кинг. Там, кстати, реген. Там, кстати, реген, но не дадут взять. Не дадут взять, изверги. Стрела. На, баллы страйка, бежать. МК. Кто же быстрее будет? Быстрее Шекера оказался. Ну как, возрос коэффициент полезного действия? Теперь, да, уже 1.0. Нет, ну они на самом деле дважды его уже убили. То есть до этого и сейчас. И вот уже не так-то плохо. Смотри, еще и поможет от Тини отбиться. И стрелу. Красиво. Забрать надо. Нет, что-то урона нет вообще. Да, сюда прилетел, кстати, еще у нас и Фурион. Тикачу готов драться. Вовремя подтягивается Тини. Забирают в итоге Мирану. Погонят теперь еще за Шейкером. Шейкер. До конца мы не пойдем. Шоу Бенни Хилла. Включите музыку из Бенни Хилла, пожалуйста. Да, да, да. Дерево прилетает ему в спину. Как ты говоришь, драка за что? За что? Непонятно. Это была драка за что? Не знаю, ну за 2 фрага, как минимум. Ну в смысле, драка для кого? Для Рейдин за 2 фрага, кстати. Да вообще, в принципе, за что? Это какая-то просто месилова происходит на Миде. А она продолжается. Драка не закончилась. Это еще не конец. Возвращается Мирана. Получила порцию бодрости в лицо. Плавен ХП потерял. В итоге сразу же. Пока там была как раз таки активирована пассивка от Пикачу. Ну, вроде успокоились. Так, в это время, кстати, на топе у нас 6 левел появляется УДК. Теперь будет форма. В принципе, против Брюмастера они здесь ровно отстояли. У них одинаковые Нетворс. Набудьте драка. Возможно, будет выход на Палантимуса в спину. Палантимус. Пока что без 6-го. Круто сделал. Стрельнул по зомби, чтобы тот не смог бодиблочить. Но все равно слишком много здесь всего. И зомби забирают фраг. Мое, говорит, флэш. МК вроде два раза его забрали. Но все равно у него топ Нетворс. Как так? Как это все работает? Все эти начальные фраги. Крипстат решает. Ну, смотри, он просто стоит. Он стоит, бьет самого дальнего крипа, да? Который ближе всего к вышке Дайр. Разворачивается, бьет самого дальнего крипа, который ближе всего к вышке Дайр. Там проблема у Фреона. Фреон. Должен отправляться в таверну. Прямо сейчас, да. Ну, тревожно мне за дровку. Я вот вижу, как Лекан бежит. Представляю себе, как он несется на нее. И что она может сделать-то? Ничего. Ну, есть, как бы... Ну, вообще-то, да. Сама лично дровка мало что сможет сделать. Вообще ничего. Но есть команда, которая рядом будет. Да и команде тоже очень тяжело. То есть, Лекан он настолько быстрый. Гаст ему особо не помеха. Ледяные стрелы вообще не работают. Аистана... Клэп и не замедляет. Манки Кинг подстанет. И Ти не подстанет. Это все. Ну, может быть, еще брюх, который превратится там в ульте, как говорят. Ну, вот выход на Пикачу, кстати. Идеальная зонящая фиссура. Хорошо сыграли. Неплохо. В принципе, согласен. Но, главное, пытались. Ну, в это время хотя бы Палантимус получит шестой на нижней линии. Если, конечно, не поставится в очередной раз. Но, правда, здесь пока что только один Андайен. В это время продолжает фармить Лекантроп. У него есть, конечно, ультимейт. Но он далеко. На топе. Возможно, будет драка. Ответочка. Выход на ДК. Втроем. Попробует забрать. Да, тут все. Слишком много урона. Ти не забирает фраг. Мне нужнее. Говорит. Ну, у Дровки, по крайней мере, уже шестой есть. Это уже плюс. Это хотя бы позволит гораздо быстрее фармить. И даже, если возможно, будет вариант подпушить где-то этого ран. Забрали в миде у нас МК. Пикачу в этот раз точно погибает. В этот раз, видимо, в тиссура попала. По цели. ДК типает его. Сидит в таверне, делать нечего. Надо как-то тиммейту, точнее, оппоненту моральку подбить. Ну, действительно, вот ты говорил про шестой Дровки. Это, конечно, колоссальный плюс. Теперь крипов легче добивать. И даже на линии. Не говоря уже о том, что можно леса качать, пойти. Ну, а, кстати, драка будет на топе, потому что подтягивает сюда еще и Бриммастер. Есть телепортация от Андаенга. Здесь уже также и Фурион. Вообще, вся команда здесь сейчас будет Радиант. Чеширский ход побежал в наглую. У него есть ультимейт. Да, вообще не боится. Ну, что-то как-то драки-то и не состоялось. Просто запинали здесь зомби. Ну, кстати, ДК сейчас могут найти, зная, что там у него не было ТП. Да, он уходит. Все, замедление, клэп и никуда он не уходит. Какой-то просто фит пошел. Просто фит. Ну, вот, как раз появился шестой. Все, спокойно идем, деремся. Есть урон от дровки, по крайней мере, в пятером. Они сильны. Неясно, как будет выглядеть ситуация, когда будет драка 5 на 5, но вот пока что в таких вылазках в плане пуша они в разы сильнее. Они этим пользуются. Забирают строение. Правда, также параллельно... А, нет, не забирают. Я думал, параллельно в миде, возможно, сейчас-то один заберут, но нет. Там фуловая вообще. МК не подпустил к своей вышке. Защищал ее своим телом. Ликан ультует, слышу. Ну, у Брю есть ультимейт. Как его забрать-то? А, вот так вот Кентавр успел набежать. Неплохо, неплохо. Кентавр добежал и успел дать станчик. И забрали Брюмастера, хотя, казалось бы, там ультимейт, и забрать тяжело. Но вот Ликан начинает. В принципе, за счет Ликана ты и должны сейчас как-то продавливать, потому что... В лейте немного рискованно это смотрится. В лейте там уже дровка с пикой. Там еще и можно взять этот талант на гаст. Дурацкий. Дурацкий, потому что он практически... Дурацкий? Да, конечно, они здесь вчетвером. Они даже не врывались. Они забрали вчетвером. Ну да, ты видел, что дровка не уходит. Должен был понимать, что рядом по-любому кто-то есть. И, ну, странный момент вообще. Вот так вот идти по Тавр. Тавр того определенно не стоил. В итоге забирает Т2, и сразу же перемещается в мид. Будет, возможно, здесь какой-то замес. Ну, скорее задефили свою. Вроде как пик с леканом тоже очень больно бьет ТВРА. Только лекан бил лес. Некров у него нет. Там какой-то кентавр, у которого уже давным-давно в доте нет никакой ауры на усиление скорости атаки. И в итоге разменяли тир 1, зомби, ДК. Еще раз ДК и тир 2. Даже сейчас зомби еще раз могли бы разменять, хотя нет. Летит стрела, залетает. Пятибалочка, отлично. Минус Пикачу. Ну, Пикачу просто заруинил сейчас. Не знаю, он погнался за зомби, наверное. Да, да, он практически у соло забрал бы, если бы не Шейкер, который рядом был. И, кстати, у Шейкера появился Блингдаггер. Уже. Теперь можно врываться, давать раскасты. Ладно. Как там дела по фарму у Палантимуса? У Палантимуса будет дальше Шадоблэйд. Окей. Тоже нужно, безусловно, артефакт. Ну, и вроде успокоилась игра. Ну, это да. Для дровки это то, что нужно. Сейчас еще немножко подкачаться и потом, знаешь, такими уколами действовать. На самом деле, если они проведут пару хороших драк, они очень быстро перельют свою выигранную драку в преимущество в золото, в снесенные ТВРа. И то же самое можно сказать про Каипи. Такая интересная у нас игра с точки зрения того, что вот любая выигранная драка может моментально подарить огромное преимущество. А то, знаешь, бывает какой-нибудь Тинкер Спектра. Драка выиграна, но никто ничего спушить не может. Здесь прямо такой очень крутой пуш. Джейфо расставил варды. Причем, интересно, какой агрессивный вард. Даже два. Да, возвращается обратно под Тауэр, под Т2 свой, потому что здесь уже Ликантроп со своим зоопарком. В это время на топе, наверное, нужно улетать ДК, да, ДК улетает. ДК, как всегда, терпит где-то на топе. Как-то вот он, знаешь, мы посмотрели в начале, вот он постоял линию, ты сказал, что они постояли ровно. После этого его пришли, убили первый раз с Тинником-дровкой, потом второй раз его забрали за вышкой вместе с зомби, и третий раз. И вот сейчас он опять ретируется. Это да. Что там по результатам, есть ли еще какие-то результаты у нас? Ты хочешь сеточку? Да. Да там уже... Сейчас скажу точно, что у нас там есть. Нет, никаких результатов нет. Пока не оставляешь. Все еще играют или... Хотя все встречи у нас, если верить... Так, не мига... Вот не мига только позже начала. Причем, кстати говоря, они сильно позже начали, на 16 минут. Ну, у нас были паузы очень долгие, то есть, возможно, там даже игра быстрее закончится. То есть, у нас была супердолгая пауза после пика, сейчас опять очередная пауза, все в паузах. Больше пауз богу пауз. Но что поделать? От тебя же это никак не зависит. Остается только смириться. Это я разрываю интернет. Я понял. Так знаешь, вот когда во времена ДДОСа, некоторые, наверное, чувствовали себя богами, когда они там, турнирные операторы, вкладывают кучу денег, команды, тренируются. А я просто пришел из школы, купил программку за 5 долларов и сорвал там игровой день. Боже мой. Да, да. Глупцы. Глупцы. О чем они думали? Когда я сидел, стримил игру Na'Vi, меня смотрело 100 тысяч человек и матч ДДОСили в течение двух часов, я просто жал кнопку рекламы нон-стоп. И я заработал миллионы тогда. Да, кому они сделали лучше. Я сам уже даже в какой-то момент задумался, а может мне и на следующий матч самому узнать, как это делается. Как ДДОСить. И ЗДДОСить. Но в этом не было нужды, потому что на следующий матч опять нас ЗДДОСили. Неплохо. Звучит как план, вот Майл испалился. Да. В прямом эфире. Вообще, по-хорошему, за такое нужно вести уголовное преследование. Так по-хорошему оно и есть. Есть, да? Я просто не в курсе закона. Да, есть, есть. Конечно, просто это тяжело было найти. Но и в итоге, как все решилось? Решилось тем, что со Steam одну уязвимость убрали, которая позволяла палить айпишники. Все перестали пользоваться скайпом, потому что раньше-то все в скайпе были вот эти конференции, где пароли оставляли. Собственно, скайп очень легко палил все это дело. Он бирявый вообще, как сам по себе по защите. Да и, честно сказать, скайп тоже загрейдился. То есть скайп тоже стал тяжелее. Меня два раза в скайп уводили, чтобы ты понимал. Даже без имейла. И самое забавное, что было такое, что человек просто в Версут в свое время стримил только со второго интернета, но один раз зашел случайно в скайп, не подумав, и все. И пришлось опять менять айпишник, менять интернет, провайдер рассказывал. Так что здесь, конечно, интересные вещи. Между прочим, знаменитая игра, где Лост порвался и... Чего? Знаменитая игра, где Лост порвался и говорил, что... Как же он говорил? Что он должен... Что Ноутейл должен хлестать плетками своих тиммейтов, как Мао Цзэдун. Короче, его задедосили... У нас должен был быть... Подожди, а Мао Цзэдун разве хлестал плетками своих тиммейтов? Его задедосили... Он, короче, ворвался в середине игры. Из-за того, что его задедосили, он был в немного странном настроении. И он увидел Энигму, которая вместо Блингдаггера купила Форстаф. И он говорил, что иди вперед, дай уже этот Блэкхолл. А там Блэкхолл реально был нечем сбить, вообще нечем в БКБ. Но Энигма покупала Гримсон, покупала все, что угодно, но не покупала упорно Блэккинг Бар. И он вот выдал подобную фразу. Ну, в смысле, сейчас все, по-моему, Энигмы в последнее время так играют. Это было давно. Тогда еще было... То есть тогда еще Блэкхолл через Блингдаггер БКБ... Да и сейчас Блэкхолл через Блингдаггер БКБ в определенной ситуации решает. Но тогда это была нормальная мета, а Энигма что-то придумывал. И в итоге Лост выдал эту фразу. Потом на секунду он замолчал, видимо, ему что-то говорила жена. И выдал еще одну фразу. Он сказал, да, Машенька, все в порядке, я здесь царь и хозяин. Видимо, имею в виду наш эфир. А я просто водил мышкой в этот момент. Молча. Диман может тебе это позволить, я согласен. Да. Что, долго Палантимуса нет? Возможно, тоже проблемы с интернетом какие-то. Возможно. Сейчас ворвется и будет хрестать плетками всех, как Мао Цзэдун. Как Мао Цзэдун. Да, у меня было... В Шторм-студии было много моментов, когда я просто сидел и водил мышкой. Молча. Наслаждаясь тем, что происходит. И думая о том, когда это все закончится. Сейчас как-то такого уже нет. Профессионализм. Ну да. Уже не позволяем себе дичь в эфире. Казалось бы, да? А жаль, а жаль, а жаль. Можно было бы позволить себе. Да, как в старые добрые времена. Но такого уже нельзя. Хотя на самом-то деле, были бы мы на какой-нибудь личной трансляции, ну то есть мы сейчас работали на личный канал, то почему бы и нет. Можно себе всякие вольности, я считаю, определенных моментов. А еще на ДТ-2 Чемпионс Лиге пятого сезона меня посадила Джоин Дота, тогда еще существовавшая, как такой полноценный стримерский портал. Там типа Тоби-Ван работал. Вот. Мы в их офисе проводили эту ДТ-2 Чемпионс Лигу. Короче, меня там посадили. У меня было две мышки и две клавы, потому что, ну, картинка там... Ну, стандартная тема, когда один комп стримит, другой игру... Один на одном компе игра, а на другом компе, соответственно, стрим запущен. И с одного на другой картинка просто передается. Димону это очень впечатлило. Я помню, что когда мы пришли в отель, нас заселяли... Например, с одной кровати. С одной кровати. Да, да, да. С Димоном? Да, да. Мы так посмотрели... Посмотрели... Ну, типа, знаешь это? Не знаешь? И Димон такой... Я чё, сверху. Она была... Ну, как знаешь, если эту фразу можно было понять очень странно, потому что она была не двухэтажной. Я понял. Вот. И мы посмотрели на консьержа, который там нас привёл. И я понял, что в Европе, то есть он даже... Всё, Европа, цивилизация. Он даже не понял, как бы, моего взгляда, что что-то не так. Ну, типа, два парня поселились в номер с одной кровати. Что там такого? Поэтому я сказал Марку. Который более известен, как Марчелло. Что, Марк, нам нужно что-то с этим делать. Ну, ты ему сказал, что вы не в таких отношениях, чтобы на местную кровать в одну, как бы, укладываться? После этого турнира Димон очень долго пугал людей рассказами о том, что я делаю с утра. Потому что я сделал зарядку как-то раз... Ну, обычную зарядку с утра. И первый раз, когда Димон решил рассказать об этом на завтраке, говорю, да и Майл вообще, говорит, там, я вот просыпаюсь, а он там такой хоп-хоп-хоп. Когда он рассказывал об этом в десятый раз, я уже был чуть ли не ван дамом, который между двух табуреток сидит на шпагате с кубиками пресса и, знаешь, там, может, как хамма юдзера. Да, я понял, да, да, да. Отжимается на двух пальчиках. Отжимается на двух пальчиках, не касаясь при этом ничем, кроме двух пальчиков земли. И в дверь выходит просто через телепорт. Закрывай за собой. Так, ладно, тем временем нас открыла... Господи, открылась дверь, хотел сказать. Игра продолжается. Подушка идет по нижней линии, забирают Т2 у нас игроки команды Кейпи здесь. Кейпи. Кейпи — это оффлейнер бывший... Кейпи. 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 Кейпи, точно. Я уже все потерял с этими историками. Кейпи. На истории зеленый слоник позавидовал бы этим историям. Ну, какая-то такая, в общем, размеренная игра. Очень мало в ней экшена, потому что пауза стоит 90% времени. Так, так, Миранку спалили. Здесь надо бегать Мирана. Сейчас выход от Тини будет, смотри. Ну, подожди, Тини тут вместе с Пикачу готовы ворваться, если что, но нет. Решили не агрессировать лишний раз. Фрём пока что на базе, тут в защите. Все хорошо. Дабл дэмэдж есть наличие, кстати, у ДК. И есть форма. Нет, все-таки вышли на Мирану. Да. Давайте посмотрим, хватит ли урона. Да, хватает урона, Миран погибает. Качественно подстанил палкой, потом вышел Тини гречкой подстанил. И в итоге забирают. И типают сразу Бон Севену. Вот так вот. Чтобы жизнь медом не казалась. Как у них типов так хватает на столько? Ну, не знаю, я вообще никого не типаю. У меня кончились. У меня кончились на той неделе. И вот только сегодня мне дали новые. Неплохо. Я никого не мог типнуть. Так. Находи дровку. Платимус не попали. Станом Китавра. Платимус. Газ откинул. Хватит ли урона? Нет, не хватает урона. Выживает он. В это время в миде драка продолжается. Проблема шекера. Шекер. Есть у тебя мидер от бремастера. Шекера должны забирать. Шекер вроде бы размансовал. Забирает в итоге J4. Да, диспел. Уходит на брюнке. Всех не задиспелишь. И бремастер. Конечно, диспел, да. Если я правильно помню, раньше ты диспел вообще убивал всех суммонов с одного диспела. А сейчас нет. И иллюзии выживают. Там какой-нибудь хаус найт, особенно из трех диспелов приходится. Шекер все-таки нашел. Да, нашел Манки Кинг. В миде тут у нас также идет под пуш. Много саммонов. Прожимается глифортификация. Подтягивается Палантимус. Сюда у него уже есть Shadow Blade. Палантимус Чудом ушел. Манки Кинг там что у него. Сабелька, да. Сабельку завладел. Ну и все. На этом драка, видимо, закончилась. В это время фурион, правда, бегает в чужом лесу. Он сейчас могут найти. Но там нечего догнать. Нет, блинкдагер какого-то. И не стал за ним идти ДК до конца. Ну, кстати, GFO довольно нагло здесь вот так вот фармит. На его счастье, что рядом никого нет. В общем, какой билд на Мирану интересный. То есть, если бы это... Это пакгольер? Да, да, да. Это Казахстан. Казахский пакгольер. Просто раньше, года три назад, можно было бы подумать, что это он так собирает МКБ. МКБ и МКБ и МКБ, ну да, да. А здесь, видимо, Мэлштром и МКБ в перспективе, но пока два джавелина. Забавно. Я просто не видел, что вы именно вот не на Пангольера, а на Мирану так играли. На Пангольера-то понятно. Там один джавелин собираешь туда, один сюда. Ну да. И то сейчас уже не актуально. Так, в это время, кстати, на топе. Нужно быть аккуратнее. ДК неподалеку Палантимос. Нет, ДК улетает все. Потому что подтягивался еще и Тинни сюда. Тинни пока что полторы тысячи на руках. Не так много денежек. Нужен Брэк Даггер, безусловно. Ну и тут продолжается фармежка. Да, успокоилась игра. Знаешь, какой любимый артефакт Фантомки? Не артефакт, а предмет такой вот, из которого она собирает. Я просто недавно здесь открыл, что это Мифрилхаммер. Она покупает Дизоль через два Мифрилхаммера. Она покупает БКБ через Мифрилхаммер. Башер через Мифрилхаммер. Иногда даже Молния. Бунтсен просто отключается и... И я леваю отсюда. И все, да. Да. А ведь прошло вот вдуматься. Кажется, что игра длится уже очень долго. Но прошло всего 18 минут. Да, мы просто успели очень долго посидеть в паузе и поразговаривать на различные темы. Повспоминать трасстори разные жизни. На все вообще. Про Димона там. Я уже даже забыл, что мы комментируем Овен Квалок, Мегафон, Винтер Клэш и билеты. Вот сейчас проверю. Было 2271 и 922. А стало 2272 и 927. Билеты... Кто-то продает билеты... Обратно? Обратно сдают. Почему стало на 5 билетов больше? В чем... На 5 билетов больше на воскресенье и на 1 билет больше на субботу. В чем... Реклама Майл, а 5 человек сдали свои билеты. Обратно сказали, я не пойду на СТВ. Ну что? Почему? Ты хотел сказать, ну пожалуйста, купите билеты кто-нибудь. О, боже мой. Как это работает вообще? Или может там рандомная цифра какая-нибудь? Ну может быть. Да нет, я думаю. Шваки, приходите. Мы с Люмеситом откомментируем все матчи для вас. В гранд-финале. В гранд-финале, да. Все лучшие из лучших. Студия аналитики, студия комментирования. Так, ну-ка. Кто-нибудь, купите кто-нибудь билет. Я хочу посмотреть. Ну пожалуйста. Ты сам уже билет, я не знаю. Сходи докупи. Ладно, ждем Мирану. Не знаю, я уже что-то как-то сбился с мысли комментаторской, о чем дальше говорить. После всех вот этих пауз, историй и прочего. Я к тому, что я просто тоже имел честь как-то с Диманом в одном номере пожить. Это то еще испытание. Да, было весело. Знаешь, вот когда говорят, что соло номера... Так, how many time we need two hours, maybe ten. Окей. Понятно. Ну короче, задолбало ждать. На самом деле меня тоже. Да, вот когда говорят, вот например, на этом Инте, да, вот на всех прошлых Энтах, ну не буду говорить за седьмой, я на нем не был, но все жили в одном отеле, и была такая там, какая-нибудь типа столовка, где там все ели какого-нибудь вот этого зала, где все собирались, и было довольно весело. А в этот раз в нашем отеле ничего такого не было, то есть это было в отеле игроков, и все жили по соло номерам, и немножко такое, знаешь, вот соло номера, это с одной стороны удобно, это там один предоставленный себе, но с другой стороны, как ты знаешь, как дух какого-то пионерлагеря, когда ты живешь там по двое, он все-таки присутствует. Не знаю, я не был никогда в пионерлагерях. Я тоже. Да, поэтому не могу сказать, что там задух присутствует. Или, например, когда на даке мы комментировали игру, и внезапно за нами послышался просто храп, потому что фотограф, который там не мог заснуть всю ночь, он там сделал свои дела, он пришел в этот номер просто поспать и спал. Потому что в его номере там что-то кто-то комментировал, или что-то типа того. Или, а, нет, не так, в его номере он жил с кем-то из комментаторов, и комментатор попросил его свалить, потому что он хотел отоспаться, потому что тот храпел, и он пришел к нам как бы в комментаторскую. Ну, похрапеть у вас. Не, он похрапел у нас. Но это не залетало, но мы слышали, поэтому было забавно. Ну, это ж трудно комментировать, когда чувак рядом с тобой храпеть сидит, как бы, ну, это априори сложно. Ну. Это как говорить о чем-то, когда тебе в ухо говорится чувак про что-то другое. Да, ну, вот как-то так. Тебя это будет постоянно забывать. Поэтому, вот, поэтому, когда, например, вот мы всегда жалуемся, когда у нас звукорежиссер забывает закрыть звук из режиссерки, а Вилат никогда не жалуется, потому что я его когда спросил, типа, а почему ты никогда не пишешь, он говорит, а они постоянно забывают, и я слушаю, как они там что-то делают, и он, типа, привык уже вот так вот. То есть ему бесполезно в уши говорить, чтобы его не сбить. А, ну, это норма, это хороший скил. Типа его натренировали, ты понял? Ну, да. Это нормально. Так, ну, ненормально то, что у нас все еще Миран не вернулся обратно в игру. Да. А вернется ли она? Вот в чем вопрос. Да это тихо. Пикачу. Кстати, видел анонс фильма по этому? По покемонам. Да, я видел. Детектив Пикачу ты имеешь в виду? Да. Так, из новостей там Эмпайр прошли параллельно? Потому что все прошли параллельно. Да. Не-не, там еще вот сейчас наш идет матч, и параллельно Немгла идет. Немига ты имел в виду. Немига, да. Немлга. Немгла. Немгла. Немолгла. Мне плохо уже, помогите. Всем немолгла. Так, и там правильно, они как раз таки идет матч с Напалмом. Кстати, там тоже играет аналитик. Там, кстати, Фаник, да, бахает. Я имею в виду Sunlight. А, я к тому, что там Фаник Йоу. Фаник Йоу, Андершок, тоже неплохой состав у них такой получается. Так что, интересно-интересно. Я даже не могу игрокам в лобби написать, потому что я не в лобби. Сейчас, если я табнусь, там, сообщение вас... Знаешь, когда пишешь один в чате, ты пишешь в чат что-нибудь, чтобы просто сохранить, да? Ну, чтобы какой-нибудь ID какой-нибудь сохранилось в доте. Ты пишешь, нажимаешь Enter, и думаешь, что у тебя это сообщение выведется, и все. А все, что тебе пишется, вас никто не слышит, и сообщение исчезает. Чуваки, давайте я закину, закину, короче, вам ID этой игры. Вы все законнектитесь через консоль и будете писать в чат зрителей. Так и пообщаемся. О, смотрите, я оставляю команду. Просто ввести это в консоль. Мне кажется, я совершаю сейчас ошибку. А вон ты сейчас, я думаю, что ты сделал великую ошибку, что написал это. Все, короче. Ну, хуже уже не будет. Игра упадет по-любому. Да нет, на самом деле... Так у нас есть 21 зритель в чате, Алёв. Он сейчас смотрит эту игру. Да, есть... Раньше, короче говоря, когда дот этого не было, можно было найти любого игрока в Стиме. Ну, и сейчас тоже любого игрока в Стиме можно найти, но тогда существовала специальная база. Ты находишь игрока, ты жмешь на него, даже если он не в друзьях, жмешь смотреть игру. Игра пытается загрузиться, не загружается, понятное дело, потому что он у тебя там не в друзьях. Ты берешь айпишник, меняешь айпишник, там, к порту прибавляешь тысячи пять или что-то типа того, и попадаешь, ну, как бы, в Dota TV, грубо говоря. Но во время финала одного из диффенсов так много людей налетело, что игра начала лагать, там просто игроков выкидывало, и создали первое лобби с паролем. А сейчас Dota TV и сама игра, они полностью разделены. То есть, что бы ты ни сделал вот здесь в Dota TV, на игре это никак не должно сказаться. В теории. Ну, а на практике... Вот, уже кто-то забитает и пишет что-то. Ого. То есть, если вот, например, смотри, пример хороший, если, например, Dota TV какого-нибудь Инта залетит смотреть 10 тысяч человек, с игрой же ничего не случится. Да, по идее, да. Просто раньше Dota TV не было, и все, как бы, прыгали в какие-то обсерверские слоты. Одну минуту пишут. Люмесит уже ворвался. Так, все, выключаем, сейчас зрители. Еще бы Люмесит не ворвался, господи. Люмесит уже здесь. Да. Нигде не укрыться от него, понимаешь? Пойдешь в туалет, открываешь дверь, а там Люмесит. Да, да, да. Мне сегодня, кстати, снился кошмар какой-то. С Люмеситом? Нет, на тему того, что я в Украине со своей подругой, мы торопимся на футбольный матч. И, короче, нужно купить билет на электричку. А я говорю, у меня гривен, гривен-то нет, гривен нет. А она держит в руках, типа, гривны. Она говорит, а у меня только на себя. Я такой, что же делать? Сую, короче, карточку в какой-то украинский банкомат, а он мне что-то не хочет деньги выдавать. В итоге наша электричка уже приезжает, отъезжает. Я подхожу брать билет и говорю, а у вас карты принимают? Мне говорят, не, у нас карты не принимают. То есть невозможно купить билет с помощью карты, нужны гривны. И все, и электричка уехала без меня. Такой вот сон. Пытался купить в незалежной билетной электричку. Вьетнамские флешбеки от Мэйл, что ли? Причем изначально она мне говорит, типа, да там не нужен билет. Я говорю, нет, я, типа, все, я буду делать все по закону. И все, и, короче, уехала. Там в миде тем временем забрали андаинга у нас. Да ладно, говорит, андаинга. Это мне вообще, это ни на что не повлияло. Вот это, знаешь, это интересно построить машину времени, вернуться на минуту назад и предупредить андаинга, чтобы он не погиб. И посмотреть на альтернативную реальность, что бы изменилось, если бы этот андаинг не погиб. Мне кажется, не изменилось бы ничего из-за эффекта баба. Вообще, то есть, прям вообще совсем. Кто, нет, возможно, погибло кто-нибудь другой. Как бы обычно это так происходит. Так, у нас сейчас важный момент, битва на Рошане. И, кстати, те и другие могут ворваться неплохо. И что же будет? Манки Кинг в позиции. Готов раскастовываться, есть форма. Пошла бандлэстрайк. В это время забегает Палантимус. Расстреляли просто андаинга. Андаин погибает, отправляется в таверну. Палантимус один. Палантимус расстрелял просто бандсевен. Нужно бежать. Волка всеми силами контролит. В это время Рошан дерется с зомбями. Миллион зомбев просто настакало здесь. Что происходит, боже мой? Продолжайте. Просто Драгон Найт отпустил. Больше всего мне понравилось, как Шейкер попытался запереть собственного Ликантропа в поляне Манки Кинга фиссуры в Рошпите. Зачем он это сделал? Я не знаю. То есть просто... Чу! Там осталась микро-щелка. И в эту микро-щелку Ликан выскочил. Но зачем это было делать? Я еще посмотрел, так поискал. Может, думаю, они в одной команде. Нет, они в разных командах. Но в итоге, в общем-то, так и получается. Что дровки не убежать от Ликантропа, не убежать от Мирана, очень тяжело. Еще и миллион зомбев. Миллион зомбей, да. Это правда. Ну что, аегис теперь в наличии есть у Дайер. Самое время его, правда, реализовывать хоть как-то? Или нет? А может быть и нет. Знаешь, как... А может и не зомби? А может и нет? А может и да? А может и не было вообще ничего такого? Нет, нет. Про Лик говорит не так. Про Лик говорит, сейчас самое время реализовывать аегис, а может и нет Ли. Так, забрали Тинни. Есть третий Некра. Можно попробовать подпушить мид. Подпушивали. Попробовали. Подпушили. Подпушиваем дальше. Так, форма от Ликантропа на хайграунд. Забегаем, ничего не боимся. Начинаем падать. Начинаем грызть Т3. И по всему Т3 заберут. Да. Должны. Есть форма от ДК. Есть кому танковать. Третий Некра работает. Тавр должен упасть. Ну вот... Так, сейчас... Давай посмотрим. Это там бас стоит. Врубиваемся на палантиму, сапалантиму. Вот он и хаслэм на миллион! Отлично! БКБшку успевает прожать чеширский код. Раскастовал ультимейт. Ну, все выбежали просто отсюда. Игроки команды Дайер. Упал у нас барак. Все. Никого не потеряли. Второй барак заберут. Да, второй забирают и все еще остаются здесь. Но ДК подвпитал. Отошли. Ну, как может быть их ослэм на миллион, если призовой турнир только 300 тысяч? Ну, миллион... Нет. Рублей? Нет, тенге хотел сказать. Тенге? Я не знаю про соотношение тенге к... К этому... К доллару. Там весом... Надеюсь, хватит, ребят. Я не в курсе. Там весом измеряется. Один килограмм долларов, это... Десять килограмм тенге. Так, у нас тут ликан-троф. За ним охота. Ликан. Ну, да-да. Попробуйте бешеную собаку поймать. Которая просто... Она сейчас тебя еще съест, лол. С-по... Джейфо. Джейфо. Нужно жить. За ним погоня нет. С умонами только хотел. Ликан обойтись. Не получилось. Ну, зато ничем не рисковал. В общем, если... Как бы игра длится 23 минуты, но если на 40 минут назад в прошлое вернуться, то я говорил, что вот драки будут происходить, и кто эти драки выигрывает, тот получает огромное преимущество, потому что база падает моментально. Вот, собственно, мы это сейчас и наблюдали. Потому что ликан спушил... Сейчас съест елку! Зомби, ломай! Не успел. Не то съел вообще. Вообще не то съел елку. Это не та елка, а зомби. Ультует и умирает. Профит. Да, причем все грамотно сделала дровкой. Сразу же Гаст откинула в ДК, чтобы тот ее не застанил. Это еще не конец. Атака продолжается у нас от Редиан. Сейчас, возможно, найдут здесь Шейкера, либо же Драгонайта. Драгонайт. Да, находит его. И ДК должны забирать. Тычка залетает из-под Сильверейджа. И, правда, стрелу пятибалочку словил себе в лицо Палантимаса и погибает. Есть Поляна от Манки Кинга. Можно под нее хорошенько ворваться. Здесь замес. Что творится? Он только просто Поляна простоял, и МК не дерется. Он пока АФК на елке. Реально просто швыряют. Куда-то швырнул на своего профита. В итоге профита убивают. Зачем ты ее выкинул туда? Да, Манки Кингу сломали колено. Он прожал БКБ и улетает. Так, а что? Его скинули с дерева. Ну, это все. То есть он хотел как-то кинуть Мирана, чтобы она в Поляне оказалась, но не смог и выкинул ее на профита, которого она застрелила. Случается и такое. Так, ладно, тем временем у нас сравнялась игра. 14-14 счет. 1 тысяча преимущества за Дайер. На этом пока что все. Чем все вернется дальше, не ясно. Но при этом Миды нету, Радиент. Вот знаешь, так смотришь на эту игру. 14-14. Тысяча преимущества у Дайер. Вроде бы равная игра идет. А потом смотришь на Мид, а Миды нет. Миды нет, да. Это правда. И его уже не вернуть. А тут Тир-1 вышка стоит. Как эта игра вообще возможна? Как может быть настолько равна игра по золоту, по фрагам, но при этом у одной команды Миды нет вообще, а у другой он полностью стоит вплоть до Тир-1 вышки. Это, ну, какая-то очень странная игра. А на топе диаметрально противоположная ситуация. Там наоборот. Тир-1 стоит у Радиент. Ну, здесь, правда, сторона хотя бы стоит. Так, что у нас? Мирана доделалась МКБ? Доделывает МКБ. Ну, МКБ это хороший артефакт. Хотя там миссов пока нет особо. Ну, Брюмастер есть, да. Против Брюмастера уже. Так, там Алибарда появилась тем временем для ДК также. Сверху Кераса не за горами для Ликантропа. Вот и она подоспела. Есть форма от ДК и Т2 заберут на топе у нас Дайр, получается. Параллельно пытается спидпушить Талантимус на нижней линии, но он вот пока что один. Если что, прилетит. И два забрали в итоге. Есть форма от Ликантропа. Слушай, на ХГ бегут. Ничего себе он ворвался. Так, пошло. Поляна пошла неплохая, казалось бы, но нет. Плохая в итоге. Все из нее выбежали. Поляна потрачена. Нейчерс Профита все равно забрали. Палантимус сейчас заберут еще. На базе удар. Есть просветка. Палантимус. Где урон? Нужна Фиссурка. Нужна Фиссурка. Как же много времени выигрывает Шекер сейчас за своих тиммейтов. Фиссурка есть. Палантимус отправляет в таверну. Делает байбэк. И сейчас ворвется в драку. Тут драки-то как таковой нет. И вообще они втроем остались. Стрела. Попадает Монки Кинга. Здорово, Монки Кинга. Еще и полено там подрубили. В двойном стане. Да. Два слоя стана. Пять секунд от стрелы. Еще четыре от бревна. Вообще забавная тема. Я так понял, что дровка выстрелила Сильвера по Шейкеру. У него случилась пассивка. Он из-за этого застанет ее не смог. И продамажить нормально. Ликан нападает Субе снизу. Ликан просто бьет бараки. Он даже не отвлекается. Он съел милишный барак. Стоило того, говорит. Ну и верхняя линия тоже падает. Да, это будут... Останется один барак, получается, у нас у Радиант. Должны забрать сейчас второй на топе, да. Последний барак внизу остался. В это время кого забрали? Забрали G4, да, который прилетел сплитпушить. Праг застается Шейкер Осу. Опять? Видимо, да. Да, он его забрал. Шейкер-убивца, получается, вот такой вот у нас. Мне казалось, это... Так причем он без Ахэслама смог забрать. Ахэслам все еще в откате. Я уже, не знаю, я потерял нить происходящего в этой игре. Но теперь все более логично. Теперь 15 на 20, 14 тысяч преимущество, последний барак. Все, уже понятно, что здесь происходит. Кайпи в шаге от того, чтобы выбить... Кого? Кого они выбивают, да? Не знаю. По вагу, между прочим. Да. Так, есть смок вылазка. Там дабл дэмэш, кстати, наличие у Мирана. Нужно быть крайне аккуратными. Сейчас Радиант. Волки бегут на разведку. Так. Палантимус, да куда же ты вышел? Эхо-слэм! Ой-ой-ой, какая ошибка. Палантимуса просто стерли он без байбэка. Да нет, тут все. Это похороны Эхо-слэм. На миллион. На миллиард. Эхо-слэм на секстиллион, квинтиллион. Да куда же ты на дровке вот так вот идешь вперед? Ну блин, алё. Ты же дроу-рейджер. Ну вот так. Неплохо прочекал. Так, ну и остается у нас последнее. Супер-последнее, Джим. Супер-последнее. Ультра-ласт. Ультра-ласт, да. Супер-ультра-последнее, как обычно у меня бывает на стриме. Супер-мега-последнее серия. Давай. Я готов. Супер-мега-последнее. Игра Немиги. Там уже, возможно, тоже конец. А может быть и нет. Но, во всяком случае, по сетке они еще не продвинулись. Поэтому, может быть, там. Команда Фаника против Немиги. Против Санлайта. Команда Санлайта. Аналитик Куала-Лумпур Мейджора против вице-чемпиона The International. Как говорит Лост. Не TI-winner, но вице-TI-чемпион. Ты был в офисе, когда это было, когда Димона там ждали в эфире, а он поймал какого-то редактора и объяснял ему, что его не нужно теперь подписывать TI-winner, его нужно подписывать вице-TI-чемпион. Почему? Я не знаю. А в чем разница? Подожди. Ну, типа TI-winner, потому что он выиграл первый импт. А вице-TI-чемпион, потому что он... Выиграл второй, но... Нет, он не выиграл второй. А, не выиграл второе место. Второе место. Да, но что изменится от того, что его называют TI-winner, потому что по факту он выиграл один TI-чемпион. Ну, как бы... От переменными слагаемых сумма не меняется, как бы. Ну, типа, потому что TI-winner — это мемас бульдога, может быть, а... И что, да так все уже привыкли, по-моему, не? Не знаю. Сейчас это слишком распространенный стал. Так, ладно, у нас тут игра в разгаре идет. 28 на 33, 4 тысячи преимущества только вот за кем, пока я не понял. С какой стороны кто играет? Немига играет за Daer. Кстати, 40 минут. Тут нормальный рубилово. Ух! Под грейв взлетает куча уронов. Тинни-котини, 20 стиков есть, но не будет его сжимать просто. Так, тут поинтереснее, на самом деле, потому что я вот смотрю, и как-то, видно, по дракам передвигаются. Отдали этого Тинни, успевают все повесить. Макака с нулифайером против Некровса. Спирит Весел есть один. А есть ли против Некра Спирит Весел? Смотрим. Нет, но есть Шадоу Демон с Аганимом. Это жесть. Это да. Шадоу Демон с Аганимом — это полная контра Некровса. Так у него, посмотри, сколько денег. Посмотри на Нетворс вообще, что-то у демона какой-то. Он не совсем, он прям реально демон по фарму, потому что у него там 13-тысячный Творса. Линза, Аганим, Весел дальше будет, Блинк Даггерс. Скорее всего, он тут очень много сплитил. Так вот, пошел первый ультимейт. Еще два осталось. Может быть, много сплитил, много за ассисты получал, но действительно очень много золота. Это сильный герой в такой ситуации. Три ультимейта отключают пассивки. Все это очень круто. И поэтому Некор, на котором, кстати, играет Фаник, он делает абсолютно верный, на мой взгляд, выбор. Он просто идет в те артефакты, в тот билд, который никак Шадоу Демону не подрезать, не пофиксить. Он делает себе Дагон, он делает себе Блинк, Вейл и Хекс. То есть я не буду делать себе Юл, который все равно не сработает. Я не буду... Хорошая вылазка сейчас может получиться. Так. В смоках пока что находится у нас Радион. Морфа, застанели двоих, отлично! Морфлинга стерли прям в мгновение ока. Проблемы уйти, не тени тоже забрали. Это уже минус 2, Морф сделал байбэк. Драка продолжится, цепляет. В итоге еще у нас из Шадоу Демона здесь. Есть Шадоу Грейв, Шадоу Демон убегает, но его это не спасет. Хотя Полина вроде бы неплохая от Манки Кинга еще сверху, но на этом все, драка закончится. Потеряли только Андаинга. Пока. Андаинг это герой, которого не жалко потерять практически в другой драке. Ну да, мы сделали минус 2, заставили сделать еще байбэк Корра. Это огромный плюс. ТП сбивает Манки Кинг нолифайером Рубику. Что Рубик ворует? А Рубик ворует просто... Ничего уже, не важно. Он умер прямо. Не, круто, он своровал прыжок на дерево и мог попытаться улететь отсюда, но получил палку. Неприятный момент. Да, и слушай, получается, за одну драку 5000 отыграли у нас. Идем. Тут очень-очень потная катка. Я смотрю на то, что происходит. Прям потнейшая. Так, что взял Морф? Атаки во время Wave 4. 15 секунд действия Морф. У Морфа все хорошо. Судя по Нетворсу, он топ-1 с Дитрекс. Да, то, что нолифайером можно сбить ТП, я, честно говоря, тоже первый раз, когда увидел, был удивлен. Ну, нолифайер сбивает. Ну, типа, потому что считается, что ты используешь шмотку, а шмотками пользоваться нельзя, и... Ну, типа, ТП. И тебе ТП отменяется. Ну, да. Так, ладно, игра продолжается. Все еще тысяча преимуществ опять есть за Дайер, но это не критично. Я, кстати, не уверен, собьется ли Блэкхолл, ну, ли файером. Ну, а почему он должен, это же шмотка, разве? Ну, нет. Ну, просто вот он, типа... А мы привыкли к тому, что ТП, типа, станы только сбивают. Там руты какие-то. Ну, типа, по идее, можно почитать сейчас описание, он же отменяет только действия артефакта. Ну, да, да. Не дает возможности. Это же, ну, облакожим. Просто такая неочевидная механика. Террорблейд. Заходит на Рошана, нет? Террорблейд, кстати, не 25-й, удивительно. МК уже 25-й, тут 22-й Шадов Демона. Хотя нет, неудивительно, потому что морф тоже не 25-й. Ну, кстати, подсказывают, что снимает эффекты. Ой-ой, Манки Кинг подрубили, ёлку под ним, дают лагуну. Террорблейд нажимает Блэк Кинг Бар. Манки Кингу нужно как-то уйти, но он получает рефлекшн. Он погибает, тут же выкупается. В этот момент коса залетает в Даззл. Даже Даззл тоже выкупается. Сколько же вы байбеков будете тратить? Не мига. Манки Кинг врывается. Нули фаер, закидывают все. Но Грейв, Грейв ворованный Рубиком. Шикарная игра от Рубена. Спасает. И морф попадает под стан. Не успевает включить перекачку, но Грейв, Рубик, Телекинез, Шадоу Демон, Дизрапшн. Забрали еще и Тинника. Забрали морфа 125 секунд без байбека. Поляна Манки Кинга, но погибает опять только зомби. Только лишь зомби. И Манки Кинг после байбека, мы помним. Но есть Грейв. Грейв имеется. Фаник идет в госшрауде, который нечем сбить. Хороший Грейв на этот раз. Но Сандер от Террор Блейда в Даззла. Подрубили елку. Нет, не подрубили елку. Это Шадоу Демон. Забрали Шадоу Демона. Все, минус 5. Слушай, а Фаник-то... Да, меня внезапно кританула дота. Я больше в лобби не могу зайти. Серьезно? Да. Лобби не найдено, пишет. А, потому что уже игра, скорее всего, закончилась. Видимо, закончилась, да, игра. Поэтому я не могу обратно попасть. Я немножко ванга. Поэтому смотрю стрим. Ну, тут на самом деле довольно-таки понятно, что все вот так вот. Потому что, да, они просто идут с трон. Тут нет морфа и 75 секунд его еще не будет. Байбек он потратил. И Манки Кинг тоже 90 секунд. Как отбиваться? Вот так вот Немига и Санлайт проигрывают стаку Фаника. Да, судя по всему, так оно и есть. Неплохо сыграно. Что еще сказать? Итак, что у нас получается? Завтра у нас будет Немига... Прошу прощения. У нас завтра будет Team Spirit против Напалма. И Кайпи против Эмпайр. Тим Спирит против Фаника и Кайпи Эмпайр. Собственно, Эмпайр Фейт. Правильно. Потому что их теперь двое. Ооо. Ну, как-то так. Интересный матч будет в любом случае. Обязательно надо посмотреть будет. Потому что оно того стоит. Так вот развязочка.